В 2023 году в Белгороде запланирован ремонт 61 многоквартирного дома. Однако желающих оказаться в этом списке гораздо больше. В каких-то домах устарели фасады, где-то течет крыша. Или как на губке на 21 из-за неисправности коммуникаций в подвальных помещениях. За последний год пять раз случалось подтопление нижних этажей. У нас износ подвального помещения больше 70%. Вот уже полтора года, как вот ходим-ходим, и никак у нас не получается. У нас лифты обошлись 30 миллионов, 2 миллиона, 101 подъезд, у нас 14, и 9 миллионов крыша. Ну а подвалы, куда у нас деться? За помощью Татьяна Кузнецова пришла к губернатору. Просит начать капитальный ремонт ее дома раньше, чем запланировано. Позиция, она простая, но понятная. У меня все полтора миллиона человек, отношение ко всем одинаковое. Что значит перенести? То есть кого-то нужно взять с 28-го года, поставить в 23-24, а с 23-24 переставить вниз. Проблему подвальных помещений Вячеслав Гладков предложил решать в рамках текущего ремонта через управляющую компанию. Но этим нужно заниматься на постоянной основе. Вы должны ежегодно проверять, смотреть план текущего ремонта и определять виды работ, которые нужно выполнить, и которые нет. Если вы считаете, что давайте это делать, значит нужно заниматься коммуникацией. Вы же собираете, у вас большой дом, вы же собираете большое количество денег. Почему вы должны кормить, плохо работает, поменять управляющую компанию. Похожая проблема и в доме на Шершнево-9. Он построен в 1964 году, с тех пор капитального ремонта здесь не было. Это наш дом, вот это так в нашем подъезде. Вот в таком доме мы живем. За почти 60 лет внутри дома и на прилегающей территории накопилось море проблем. Решить их за счет текущего ремонта вряд ли получится. Дом маленький, собранных средств будет явно недостаточно, чтобы устранить все недостатки. Если дом находится в неудовлетворительном состоянии, имеет признаки аварийности, тогда нужно принимать решение, ставить его в список аварийного жилья. Если я пойду с этим документом в Москву, буду добиваться денег на признание аварийности. К каждому вопросу губернатор подходит индивидуально и старается найти решение здесь и сейчас, не откладывая на потом. И люди, приходящие на прием к Вячеславу Гладкову, чувствуют это отношение. Очень признательно, потому что нигде, ни в одном кабинете я не встречала вот такого, что сразу решается вопрос, сразу поднимается. И объяснил то, что я с 2014 года хожу, упрашиваю, умоляю, получаю письма, то есть отписки, которые советуют. Человек дал отдельный совет. Не ходите, ничего вы не получите. По каждому из адресов оперативно выехал мэр Белгорода Валентин Зимидов. Он провел встречу с жителями и в ближайшее время по всем вопросам будут предложены варианты решений.